В универсальном зале ФОКа в Лысково стартовали матчи чемпионата Нижегородской любительской баскетбольной лиги в дивизионе Юг. Особенность этого дивизиона в том, что определить имя победителя здесь невозможно, вплоть до заключительного тура, а таких будет семь. На старт соревнований на Юге вышли 10 команд из Воротынца, Кстова, Лыскова, Сергача, Почина, Ксарова, Выкса, Богородска и Ордатова. Все матчи будут проходить на площадках ФОКов. С этим помогло областное министерство спорта. Все остальное исключительно за счет Федерации баскетбола Нижегородской области и участвующих в чемпионате команд. Но это никак не сказывается на желание любителей баскетбола бросить вызов соперникам. Мы уже играем третий год в этом дивизионе. Уровень команд, уровень организации, он с каждым разом все лучше и лучше. Но это только на пользу интересного соревнования? Это естественно только на пользу, потому что вот у нас уже вторая игра происходит. То есть, ну, команда играет на равном. То есть, очко в очко, там, в плечо в плечо. Никто не хочет никому не уступать. Невозможно предсказать, кто будет в первой даже тройке. Все команды равные. Вот. В принципе, у всех есть шансы занять, войти в тройку. Победитель этого зонального чемпионата будет участвовать в турнире сильнейших команд любительской лиги баскетбола Нижегородской области. Там, на кону, будет выход в элитный дивизион. Кроме того, в России сейчас действует и межрегиональная любительская лига. Лучшие команды проведут финалы по округам. А победители этих турниров встретятся в финале всероссийских соревнований. Но до определения имен лучших еще далеко. Нижегородский турнир продлится до весны 2014 года. Организаторы на его основе хотят возродить традиции производственных спартакиад. Но вот имя лучшего не могут назвать. Всему виной идеально ровный состав участников. Впрочем, свои фавориты все же есть, например, в дивизионе Юг. Я думаю, и баскетбольный клуб Кстова, и команда Лат Лыскова имеют шансы быть в призерах. Еще и ВЫКСа должна удивить. Да. Новичок нашего дивизиона, команда Металлурка ВЫКСа, которая играла в предыдущем сезоне в высшем элитном дивизионе, в этом году она принимает участие в нашем дивизионе Юг. Я думаю, от них можно ждать большого сюрприза. В дивизионе Юг победители определят в апреле следующего года. Кроме того, свои баскетбольные баталии будут кипеть и в других дивизионах. Всего под эгидой любительской баскетбольной лиги в Нижегородской области выступает около 80 команд, плюс студенческие команды. Григорий Ожигин и Ренат Микбаев. Объективно. Спорт. ННТВ.